В телевидении основа это нововведение. Да, конечно, этот материал вы можете смотреть дольше, чем он вышел в эфире, а он вышел в эфире в аккурат в начале июня месяца года 2020. Но в любом случае, и вы это тоже должны понять. И это есть новинка. В июле 2020 года здесь, на Карломаркса 78, открылся новый магазин. Сантехника. Теперь вопрос о той сантехнике, с которой я дружу. Я с ней дружу, потому что без этого жить не получается. Что электрика, что сантехника, что электрооборудование, это все должно работать на вас. Да, 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 да. Потому что поиначе-то у вас и не получится сделать все красиво, ровно и замечательно. Хотя, с другой стороны, все это, к сожалению, рано или поздно ломается. Почему все это дело ломается? Потому что, к сожалению, у нас трубы, не всегда чистая вода там бежит. Когда мы говорим, проходите, проходите, не беспокойтесь. Пожалуйста. А вот. То же самое запорная аппаратура. У нее также кое-что двигается, это тоже так же ломается. То есть давайте все-таки определимся. Если вы занимаетесь бытом своим, энтропия все равно попытается над вами приподняться. Рано или поздно это дело приподнимется, и тогда у нас уже будет другая энтропия. Мы перейдем в другой мир, где энтропии не существует. Знаете, я в другом мире, а загробном. Что касаемо сегодня и сейчас. Энтропия нас долбит. Мы должны стараться ее победить. И благодаря качественной недорогой сантехнике, здесь, в магазине сантехника на Карла Маркса 78, мы это можем сделать. А вот тут и разница. Мы про интернет говорим. Что ищут в интернете? Ну, я как опытный человек вам расскажу. Естественно, качество и цена. И тогда материал пойдет. Потому как, ну вот, обратите внимание, я ищу, допустим, качественный автомобильный звук. Я задаю вопрос. Я был в Китае. Я видел этот замечательный Китай. И сто процентов это один из лучших идеальных вариантов. Вопрос у меня возникает достаточно простой. И что я делаю? Я вбиваю дивное качество. Лучший товар из соотношения цена на Алиэкспресс. Нахожу то, что нужно, и его покупаю. То есть, даже если мы говорим про китайское качество, лучше посмотреть. И лучше понять. И лучше, обратившись к покупателям, это дело и оценить. Но и на ТВ, и в интернете есть лучшее. И по качеству, и по износостойкости. И вот оно. Карла Маркса 78, магазин сантехника. Уж поверьте мне, даже если вы переплатили за качество, то это настолько мелкая сумма, что вы, определившись и поделив, поймете лучший вариант. Потому что даже если переплата, то она будет минимальная. Итак, господа мои. Итак. Тема другая у нас. Возникает, естественно. А тема по мне-то прошлась по самой не балуйся. То есть, к сожалению, у меня вторая группа инвалидности. Я в принципе знаю, как я могу жить спокойненько. Я могу себе построить дом. Можно, можно, в любом смысле построить дом. То есть, в принципе, небольшой дом примерно обходится в сумму от 500 тысяч рублей. Все-все-все от и до. Во все-все-все от и до. То есть, если мы не будем понтоваться и нам не нужно будет 5-минутное нахождение до столицы черной металлургии. К слову, столица черной металлургии, она вещь очень хорошая. Вопрос нет. Мы же живем в столице черной металлургии. Потому что я прокатился по всем городам России. Единственное, что-то более-менее подходящее к столице черной металлургии было для меня, когда я приехал в город Мумбаи. Там на въезде в сторону Гоа я видел такие две доминые печки, что наши, боялась, немножко были маловатые. Вот так как-то так. Это я видел. Но тем не менее, такой столицы черной металлургии я нигде не видел вообще. То есть, это очень хороший, грамотный город. Но в связи с тем, что у нас хороший, грамотный город черной металлургии, вот, у нас тоже возникают некоторые проблемы. Одна из которых вот на мне и нарисовалась, то есть рак. Если вы будете находиться постоянно в пределах 5-ти минут езды от города, от столицы черной металлургии, вы сами должны понимать, о чем будет идти ваше существование. К счастью, мой дом располагается примерно в 25-ти километрах от города Магитогорска, и я туда езжу примерно 2 часа на велосипеде. Ну, на машине это, естественно, быстрее. Ну, так мы сейчас о чем говорим? Даже если мы берем сумму небольшую, то это идеальный вариант. Все свое. Машина стоит рядом с домом. Кроме всего прочего, часто вы на машине и не будете ездить, потому что смысл какой. Другой вариант, и это более чем интересный вариант, это называется сельское хозяйство. Да-да-да-да-да-да, сельское хозяйство. Хорошо, когда все свое, кушайте свою картошку, едите свою святую, едите свою морковку, помидоры, огурцы, лук, чеснок, баклажаны, перец. Это только начало. А дальше будет еще интереснее. А дальше мы будем работать, и для нас это будет сельское хозяйство немножко другой категории. Птички, куры, гудки, уси. Это мы проходили, обратно вернемся, еще можно и свинюжек туда завести, и остальные вещи. То есть вот вам вопрос, стоит ли финансировать государство. Да-да-да, потому что после 65 лет я что-то не сильно много-то людей знаю. Ну, есть некоторые товарищи, но мужики, после 65 лет, это для чего вы собираетесь платить свои бабки? Потому что, ну, большее количество людей у нас не доживает до возраста 70 лет, большее количество. То есть думайте, господа, или сельское хозяйство, и все на себя, да-да-да, такое тоже можно сделать, да? То есть, представляете, приехали в город Магнитогорск, где мы и находимся, центральный крытый рынок, поставили своего человечка, заморозили качественных курочков лично домашнего приготовления. И по цене-то явно не будут те полудохлые цыплячьи тушки 4-х месячные, у которых пляжка вот такая, а смысла там никакого и нету. Поверьте мне, вкусная домашняя курица, это не то, что здесь продается трастами. То же самое про утков, про гусей. Ну, лебеди это никак, хотя мне нравится, когда лебеди на наших озерах, это мне тоже нравится. Вот так вот, вот так мы и будем жить, да? Красиво, ровно, качественно, так мы и будем жить. Теперь, раз мы сюда пришли, я нахожусь рядышком с вертикальным гидроаккумулятором. Что это такое? Вообще везде и всюду мы где находимся с вами? Мы находимся в предгорьях, слава тебе Господи! То есть, давайте определимся с нашим положением. То есть, если есть водичка, это где ноль, ну, там где-то океаны, моря и все остальное. Это хорошо, хорошо. А наше месторасположение чуть-чуть выше, так слегка немножко. То есть, 540 метров, вы представляете, вода и 540 метров, да? Это предгорья, представляете, да, расстояние. Мне говорят, что у нас нет нефти. Я говорю, есть нефть, находится на Багаповке. Чтобы пробуриться, надо еще километр туда воткнуть. Слаждовато, сложновато, да-да-да. Или вы щелкнули спокойненько там где-то в другом месте и просто вверх потекло. Или вот оттуда вы еще и кочегавите. Словно, сложно, сложно. Ну, да ладно. Но потому что мы живем в предгорьях, а горы у нас какие? Горы у нас уральские, да-да-да. То есть, предгорья, да? То есть, до гор отсюда, если вот напрямую сейчас, да, вот от меня просто, вот отсюда, где я нахожусь, просто на восток, на запад в смысле, простите. Кукушка у меня немножко утекает. Ну да ладно, это, грубо говоря, 15 километров. То есть, вся вода течет где-то у нас она течет. И если вы прокопаете, то у вас в любом месте будет вода. Да-да-да-да. Красиво, качественно, изумительно. Вот, то есть, и с водой здесь тоже вы можете себе это сделать оприходовать. То есть, здесь же вы можете купить глубинный насос. Здесь же у вас можно купить шланги хорошие, качественные. Вот такие, кстати. И вот такой гидроаккумулятор. Сюда вы можете вкачать определенное количество воды под давлением. И вот этот небольшой 100-литровый гидроаккумулятор, в связи с тем, что там будет качественное давление, он сможет прокачать и в пределах до пятого этажа. Ну, вам же столько-то и не нужно. Теперь мы задаем о цене вопросов этих гидроаккумуляторов. То есть, самый дорогой 100-литровый стоит 5 тысяч рублей. Чуть меньше. И вообще, вот допустим, что вам нужно? Расширительный бак 24 литра, он стоит 1700 рублей. Дорого? Да нет, конечно. Теперь другой вопрос интересный. То есть, сколько я плачу за свою квартиру, здешнюю, трехкомнатную квартиру? Я за нее плачу 8 тысяч рублей. Вау, крутизна, да? На пенсию в 15 тысяч, 8 тысяч рублей. Что там остается-то? Практически ничего и не остается. Представляете, да? И постоянно все это дело повышается, повышается, повышается. Ну, да ладно. А за дом я плачу всего 500 рублей. То есть, ну, разница существует. Да ведь, правильно? Я могу себе купить вот такой отличный 80-литровый электроводонагреватель. Обаца! Вот чуть-чуть дороже стоит, ну, 13 тысяч 900. Ну, в принципе, это не какой-то там… Давайте все-таки определимся с нашими ценой доллара. То есть, наша цена доллара – это 70 рублей уже. Как-то немножко начинает подташнивать, да, вот с этими ценниками. То есть, грубо говоря, 200 долларов. У вас отличный водонагреватель. Не говоря о том, что здесь также можно и сортир купить. И который еще и дешевле, чем 50 долларов стоит. Что бы это ни место, куда необходимо было бы к вам прийти. К слову о том, что если это все свое, то, в принципе, водонагрев, по-моему, не нужно, потому что все свое, да? Но если это есть водонагрев, мы с вами о чем говорим? О той структуре, с которой я достаточно давно общаюсь. Если вы сильно-сильно-сильно можете и увидеть, и посмотреть, то вы можете глянуть. События практически 10-летней давности. Мы съездили в вономер, и эти бетаровские технологии, это то качество работы, оно поражает. Так что я вам продемонстрировал то, что вы можете здесь купить. И если мы сейчас все это дело соберем, то, в принципе, вот у вас дом поставили, вот вам еще необходимо, ну, вода, наверное, есть там копатели, да? Договоримся потом, еще с ними сделаем материал. То есть, придя сюда и заплатив дополнительную сумму в пределах 50 тысяч рублей, вы будете полностью, полностью у вас будет все для вашего небольшого дома. Ценники интересные? Очень даже. Да, в мире есть реклама, есть, но самая качественная – телевизионная. Слава богу, появился интернет, и вот вам правило. Лучший вариант – фильм, и несколько. Во-первых, ваш имидж, во-вторых, грамотное повествование. В-третьих, рассказ о том, что легче и проще вложиться в идеалы, и в данном случае, и это сантехника. И не говорите мне, что Европа далека, нет, она в России. Все, что касается стройки, делается в России, и для сантехники тоже. Но есть принцип злобы, когда с вас выкачивают, втирая полное говно. Когда вы не можете выбирать из дешевого. Больший вариант с возможностью переплатив сущие копейки. Я выбираю последний. 10 лет стоит евро, потому что выбор пал на сантехнику на Карломарксе 78. Да, 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 да. Меня интересуют смесители. Ммм, а ли часто у вас смеситель, который может проработать 10 лет? Есть ли такие? Перед тем, как я себе поставил смеситель, я понял, какие вещи надо грамотно брать. В свое время, в свое время, а я на телевидении покажу уже 26-й год. Если мы сейчас будем говорить про 2020 год, то уже 26-й год пошел. Потому что я как бы начал, и 25 лет мне было как раз в 95-м году. Сейчас уже 26-й год пошел, да. И мы в свое время, когда мы работали в Челябинской госпитале радиокомпании, мы снимали, такая штука была, на комбинате начали делать замечательные краны. Изумительные краны делали, просто обалденные краны. Да, я такое уже успел купить. Вот он стоит, и с ним все нормально. К слову о том, у меня есть, естественно, и вода в ванной. И, тем не менее, вода в ванной также работает просто красиво. Потому что я в свое время пришел к выводу. И пришел к выводу грамотному. Куда я пришел за смесителем? Я пришел в магазин сантехника. Тогда это было подразделение одной очень хорошей конторы. Это есть только подразделение этой хорошей конторы. И я, естественно, взял отличную вещь, которая до сих пор работает изумительно и качественно. К сожалению, вот эти вещи тоже сломались. Но это бывает такая штука. Поэтому мы будем говорить, что сама ситечка, она меняется. Это не проблема. И она работает. Даже невзирая на то, что вода в нашем городе, а наш город всегда славился водой. Всегда славился черным хлебом. И всегда славился колбасой. Да, 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 да. Это было. Это есть. Но вода стала немножко другая. Вода стала с песочком. Но, тем не менее, эти смесители до сих пор стоят. Потому что я знал, где я их буду брать. Я их брал здесь, в сантехнике. И я ими пользуюсь. И думаю, что в связи с тем, что это грамотное состояние души, экономия, нет смысла покупать что-то сверх дорогое. Когда можно купить красиво, качественно и незадорого, и еще никто не поймет, что это изумительный и грамотный вариант, обошелся он в реальные копейки. И опять же, возвращаясь к цене. Идеальный качественный вариант рекламы стоит денег. Но это 30 секунд. Всего. Затем прокат. Итого сумма примерно тысяча тридцать с небольшим. Тоже в интернете с косяками ваших ублюдков-наркотологов из той же оперы. 5 штендеров. Если все это перемножить, то сумма в 100 тысяч в месяц, плюс журналы и газеты, которые никто не читает. Вы не опупели. За сумму в полной цены вы не будете вылазить из телевизора, и это не 30 секунд в день. Где ваши мозги или наркотологи их высосали? Ну, берите этих наркотологов и пусть над вами смеются. Дело в том, что я первый сделал рекламный ролик в 1995 году в Магнитогорске. Я видел выродков растящих маркетологов. Я работал с этим отродьем. Часто они у меня просили эту сумму, чтобы я прогнулся, и эта сумма не в ваш карман. Она в карман наркотологов ложится, а они вам втирают. Ох, вы лохи! Потому что у вас воруют, а вы не видите. К слову, о лохах, тратящих деньги впустую. Вы должны к этому относиться с большим вниманием. И вот о чем мы будем сегодня думать. О наших ценах. Потому что это центр города Магнитогорска. В центре города Магнитогорска цен дешевых казалось бы нет. Казалось бы нет. Но после того, как мы зашли сюда и посмотрели, показали, что ценники-то вообще не высоки. То есть мы можем говорить о другой составляющей. То есть сегодня сейчас в центре города Магнитогорска ехать никуда даже и не надо. Представляете, в центре города Магнитогорска вы получаете замечательную сантехнику по адекватной цене. То есть по сути событий я всю жизнь говорил, работайте с телевидением. Берите себе любую точку. Это будет и на телевидении, и в интернете. Мы, естественно, все это дело раскрутим. Потому что человек должен понимать. В данной ситуации, наверное, будем говорить, что это далеко не 2007 год, когда у меня была зарплата 10 тысяч долларов. Сейчас и тысячи, если еще поискать надо каким-то образом, то найти. Но, тем не менее, в году 2009 я подошел к зеркалу и сказал, Леш, нежели богатые, ну, нефиг начинать. И с того момента понты у меня уже давным-давно закончились, поверьте мне. Нет, нет, нет. Я с того момента также сделал себе евроремонт. Но евроремонт я сделал по-другому принципу. Я сделал евроремонт из евроматериалов по вполне дешевой и качественной цене. И, к слову, а это уже был 2011 год, когда первый мой сын родился. И единственный, к счастью моему. Мы познакомились с этой структурой. И тогда я сделал все красиво, ровно и замечательно. И красиво, ровно и замечательно вы сейчас себе можете сделать. Потому что даже и туалеты, которые я брал практически здесь, они в нормальном состоянии работают. До сих пор все нормально, качественно работает. Уж не говоря про замечательные счетчики бетаровские. Они также здесь есть. Не проблема. Мало того, я надеюсь, что в следующем году, году 2021, пройдет 10 лет, как мы дружим. И мы все-таки еще раз ездим туда, где бетар производится. Я вам покажу уже другой вариант, как это все развивается. И развивается все это дело здорово. Даже невзирая на то, что у нас все плохо или неплохо. Мы также не стоим на месте. Все крутится и делается. И самое главное, в процедуре соблюдать тот самый порог цены. Цена должна быть для всех, для вас. И даже для пенсионеров, коим я тоже являюсь.